И снова здравствуйте, всем привет! Это снова Ольга Чернова, у нас по-прежнему 27 июня. Я сейчас рассказывала о мульче и пользуясь случаем, хочу рассказать об этом методе, когда я показала о методе закрепления на шпалеру с помощью вот этих строительных. Когда я показала, что я вот этими шпильками пришпиливала длинные переросшие томаты, вот так вот укрепляла, чтобы они именно в том месте поднимались, где мне надо, одна зрительница написала, о, так ими удобно будет шпагат закреплять, чтобы подвязывать. Я как человек такой любящий, советы такие послушать и применить, я тут же им воспользовалась, я сразу поняла, что это очень удобно, действительно, и вот я сама, я еще подумала, как я сама не догадалась, и действительно привязать вот эту ниточку вот к этой шпильке, стоя, например, во весь рост, намного удобнее, чем я бы вот, как буква изиот, так загнулась, и каждой помидорке, каждой помидорке мне пришлось бы привязывать веревочку. Вы посмотрите, вот какие ряды, вот они, нескончаемый ряд, идет, 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 это мне пришлось в таком положении простоять бы целый день. А я села на скамеечку, привязала все заранее, воткнула эти шпилечки, и теперь говорю спасибо вот той зрительнице, я даже фамилию не запомнила, я просто запомнила, что вот она умную мысль высказала. Спасибо этой зрительнице, она мне сегодня очень облегчила труд. Я привязала все, пришла раз-раз навтыкала, все, и вот теперь подкручиваю, иду на шпалеру вот эти томаты. Вот видите, как с миру по нитке так набирается наш опыт. Если кому-то пригодится вот это вот, ну вот такое крепление, действительно не надо за помидорку, за шпилечку прицепил и вперед. Все, до свидания. Вот это вот наши, как они называются сейчас, лайхаки огородные. Все новое, кто что знает, советуйте, мы будем все использовать. Потому что большинство огородников возрастные, я уверена, что спина болит у многих, и есть большая разница. Или вот так вот над помидорой простоять весь день, или все это сделать, сидя на скамеечке. Все, до свидания.